Вот, скажите, как удобное устройство? Конечно, супер. Она подтолкнулся. Не промокает, да? Нет, конечно. Он сейчас, он по своей тяжести потом туда всыпается и все. Ну, самое главное, что им хватало собачек, кошкам. Ранее в Одессе уже открывали дома для котов. В парке Горького и летнем театре в Горсаду. Однако система, которая сочетает двухэтажное жилище с кормушкой, появилась в наших краях впервые. Придумал и построил катапункт энтузиаст Денис Фиденко. У вас есть возможность прийти, насыпать корма, что довольно-таки удобно. Он должен не промокать. Это, по сути, труба, которая сверху закрывается крышкой. Вы насыпаете корм, и он под своим весом просто выдавливается, и животные могут его кушать. Автор проекта говорит, такая идея уже не нова. Ее давно используют в других странах Европы и мира. Например, в Турции у многих людей на даче подобные ручные изделия с полуавтоматической подачей корма. Идея с полуавтоматическими кормушками, назовем это так, она не нова. В Стамбуле очень много мне подсказала подруга. Многие делают это у себя на дачах. И она сказала, что в Стамбуле очень многие уже существуют такие кормушки. Домики тоже существуют у нас в городе. Я просто объединил одно с другим. Люди, которые часто бывают на пляже в Лузановке, говорят, что животных здесь много. И собаки, и кошки живут дружно. А прохожие не отказывают им в угощениях. А с такой системой пища не будет пропадать в плохую погоду. Много животных, много собак и кошек, чипированные. Люди постоянно их подкармливают. Домик без подогрева, насколько я знаю. Теплее, не теплее. Но главное, что еда для животных – это главное. Ну, как бы укрытие, можно спрятаться и от дождя. Приблизительная себестоимость сооружения – около 5000 гривен. Теперь вся надежда, что до кота пункта не доберутся руки вандалов. Простоит он здесь? Не разрушат его люди? Я думаю, нет. Животных у нас любят, кормят, поддерживают. Поэтому рушить домик не будут. Есть огромный интерес у людей к, видимо, назовем это так, условно, хорошим делам. И сейчас люди пишут о том, что они хотят покупать, строить такие же. Поэтому, наверное, придется найти какую-то столярную, столярный цех, который согласится по каким-то моим примерам или подобным, делать подобные дома для тех, кто хочет это купить. Но есть страница в Инстаграме, будет, скорее всего, страница в Фейсбуке. Конкретно я хотел бы создавать домики, которые будут стоять возле моря. Найти пейнтхаус для котов легко. В Гугле уже есть координаты нового катапункта. Если инициативу зоозащитника-изобретателя поддержат одесситы, в скором будущем на побережье появится еще ряд подобных кошачьих многоэтажек. Дмитрий Богомолов, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».